Вот так выглядит человек, которого соседи обвиняют в мошенничестве. С виду милая молодящаяся пенсионерка на самом деле рассказывает пострадавший настоящий манипулятор. Бывший риэлтор, мы с ней очень долго дружили, общались, она соседка по моему подъезду, предложила свои услуги, помочь мне в приобретении жилья. Сказала, что нужно в течение недели срочно собрать определенный пакет документов и 350 тысяч рублей. И при этом сказала, что никому ничего не говори, я люблю вначале сделать дело, а потом уже можно рассказать. То есть никому ничего ни слова. Галина Глямшина, как и обещала, никому не рассказала, отдала деньги без расписки и больше года ждала, когда соседка уладит дела с ее новой квартирой. Говорит, даже ездили смотреть планировку в одну из новостроек. Подруге доверяла настолько, что ничего подозрительного не замечала. Пока не встретила общую знакомую, она-то и рассказала девушке, что ее благодетельница назанимала денег и теперь делает вид, что никому ничего не должна. Сейчас, в общем-то, она не признает, что она вообще занимала денежные средства. То есть не возвращает их. Что говорит она? Что она у меня их не брала. Вообще? Вообще. А расписки какие-то есть? Нет, расписок у нас нет. Дело дошло сначала до полиции, а теперь и до суда. Ирину Лапину обвиняют в мошенничестве, хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Общая сумма ущерба исчисляется сотнями тысяч рублей. Пока пострадавших трое. Истории у них приблизительно одинаковые. Это была вымышленная сказка. Она просто злоупотребила моим доверием. Втерлась ко мне в душу просто. Я ей до такой степени верила. И всегда она повторяла, никому ничего не говори. Мы работаем, все будет хорошо, ты будешь жильем, все будет хорошо. В итоге ничего нет. Потерпевшие хотят вернуть свои деньги и найти других пострадавших от их обидчицы. Уверены, они втроем не единственные, кто зря поверил Ирине Лапиной в ее истории про дома за границей и роскошную жизнь. Возможно, богата женщина и жила. Только не на свою пенсию. Людмила Кусерова, Андрей Просвиркин. Наши новости.